Пытке удается ему войти и тут же его жестко встречают после того, как сделал он передачу. Силуянов с разворота опасный момент! И где же шайба-то? Как же так, Дима? Ну здесь, наверное, старик Хатабыч, наверное, поколдовал. Да, стопроцентный голевой момент. И за голову хватается Дмитрий Макаров. Шайбу перебросить вратаря, но не настолько же, в конце концов. Еще один момент, и вот, все-таки шайба влетает в сетку ворот Минского Динамо. Численное преимущество реализовано. Все-таки отличилось это звено. Звено Дмитрия Макарова и Михаил Варнаков. 18-й номер, ворвавшийся на скорости в зону. Неотразимо бросил в дальний от Лоланда угол ворот. Не смог здесь вратарь выручить свою команду. Входит игру на противоположный фланг. А здесь то ли шайба с крюка сошла у его партнера, то ли ждал он подключения защитника. Еще одна атака и вновь бросок неотразимый. На этот раз 19-й номер Райан Веске. Зажигает, ну, по старинке, хотел сказать, зажигает красный свет. К сожалению, уже, к сожалению, для болельщиков со стажем нет уже красного фонаря за воротами. Но вот, тем не менее, смысл моих слов понятен. Неотразимый бросок над плечом голкипера и пропускавший в среднем за матч всего лишь одну шайбу в начале. Динамовцев. 33-й номер ее выигрывает. Вот уже второй раз против Дмитрия Макарова. Так жестко довольно-таки играют и пытаются его вывести из равновесия. Но посмотрите, что творится. Никакими силовыми приемами Дмитрия Макарова не получается вывести из себя. Да, спокойно, хладнокровно, но здесь, конечно, сложнее было промахнуться, чем попасть. Так что... Тут еще и рикошет от щитка Лоланда. Но, безусловно, очень красиво все разыгрывали нижегородцы. На пятачок бросок нападающего. Отскок от щитка ворот. Встретить сирену победными возгласами, болельщиками. А так же не получилось. Выход 2 в 1. Очень опасно может получиться. Бросок. Андрей Мезин. Сегодня не пробиваем. Все три шайбы побывали в воротах Лоланда, напомню. Ну и слышите, что скандируют болельщики Минск-Арена. Крикунов бросал. Показал, что под ловушкой хотел послать шайбу. Низом в дальний угол, однако же успел. В равных составах удачная игра вратаря, особенно если играют примерно равные по силе соперники. Я не хочу ни в коем случае как-то задеть болельщиков той или другой команды. Говоря о том, что одна сильнее другой, сейчас на старте сезона все клубы примерно равны.